Ну что, дорогие друзья, сейчас будет очень интересная серия. И самое главное, что ближе к концу вы узнаете, почему на моем фоне стоит очень много BMW, и почему они все такие заряженные, и почему они все такие красивые. Но об этом чуть позже. Это все в конце в конце. Просто вот будем на фоне вот этой вот пятерки записывать видос. Так, дорогие друзья, сейчас речь пойдет о том, что вы начали задавать очень много вопросов. Вопросы в первую очередь, откуда у нас деньги на то, чем мы сейчас занимаемся. Не все, что окружает нас в реальной жизни, в итоге попадает на канал, чтобы вы увидели какую-то классную серию. Но сейчас мы немножко поискали исходники, и мы поняли, что, блин, как много мы выпускаем, что вам не показывали то, чем мы занимались на протяжении года. И сейчас мы выбрали лучшие моменты, лучшие истории для того, чтобы вы поняли, как мы, во-первых, заработали деньги, а во-вторых, как это было весело. Переходим сразу. Зачем полтать, да? Прям сходу, сразу, сходу, с лету мы переносимся, дорогие друзья, в зимнее время, когда лежал снег, и мы покупали один очень интересный автомобиль. Если можно так назвать, это была моя первая BMW, которая сказала, что я бы ее оставил себе. Слушай, мы когда-то отъехали, я 3 километра, а тут уже, вон, песок, щебень, гравий, торф, навоз, земля, волос, мусора. Карен. Номер телефона. А Карена тоже заказать можно? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Смотри, это как будто какой-то военнослужащий в фуражке стоит, вон. Здравия желаю, ребята. Тут стоит машина, которая очень хочет Костя. Эта BMW, кстати, продавалась в Честавто. Сейчас эту машину продают немного дороже, но при этом она полностью собрана. Здарова, бандиты. Знакомьтесь, это Андрей, это владелец автомобиля, за которым мы приехали. Готовы встречать автомобиль? Это BMW 2 серии. Подожди прям пару секунд, прям вот минуточку. Ну ее сразу чуть лучше сделаем. Ну ее, видите, плюс 100-500 сразу. Теперь она стала намного лучше. Встречайте, BMW 2 серии. Интересно, как он выглядел, когда был моложе? Ну ладно, начнем. Это ужас какой-то. Это нормальный рабовый двигатель. А он сейчас, когда прогреется, прогреется, он тише станет. Ну ладно, двигатель работает. Двигатель работает. Напомню, что у тачки было ДТП. И было оно, получается, в морду с этой стороны и в задницу с этой стороны. Было аквапланирование, она влетела, я понимаю, в отбойник. Влетело, у нее поменено крыло, новая стоит, стоит новый капот, новая фара. Соответственно, бампер стоит новый, новые решетки, все новое. Получается, что удар был в эту сторону, но вот до сюда он не дошел. Не дошел, абсолютно. Ничего не тянули. Ничего не тянули. Он же ровный, все ровно. М-обвес у нее идет, комплектация, поэтому под капотка вся покрашена вот такой синий цвет. А это завода так? Это завод. Серьезно? Да. Просто посмотрите, какого цвета капота, какого цвета петра. Может машину просто облили как-то неудачно? В цвет не попали? Ладно, и так сойдет. Вот это крыло. Соответственно, здесь стоит фара новая. Фонарь. Фонарь, фонарь, да. Крышка багажника, да. Ну и, собственно говоря, новое крыло менялось полностью. Менялось только вот это вот оперение. То есть внутрянка целая, да. Потеет чуть-чуть. А это оригинал? Это оригинал, да. Ну почему потеет, не скажу. Ты сейчас часть оригинальная покупала? Так, просто, просто. Да, да. Все оригинал. Я так скажу, на BMW покупать что-то не оригинальное себе дорожа. Я купил их на себя, поездить, потому что она очень хорошо рулится. Очень прям бодренько едет. А ты купил биту, потому что было, типа, интересно? Ну, типа, считай, по низу рынка дешево, типа, можно попробовать. И причем тоже от нее все отказывались в том плане, что ужасно все это выглядело. И все как бы, не-не-не-не-не-не. И я ее взял, подвес к ребятам, они ее промерили по геометрии и сказали, что все ровно. Когда ее даже дефектовали, сняли бампер, сняли остатки фонаря, все это вылизало на место и как бы все было нормально. Пока я тут делал подсъемы, я увидел две особенности. Значит, первая особенность, то, что она в М-пакете, и это очень круто. А второй момент, здесь повсюду кошачьи какашки, поэтому я думаю, что здесь где-то есть кот на участке. Слушай, а ты Шерлок Холмс, но про какашки спасибо, что сказал, хотя бы буду под ноги смотреть. Регулировки у нас все механические в тачке. Так, а что тут крутого прям такое есть? Да ничего. Понял, приел, обработал. Рулежка. То есть на ней, чтобы понять двойку, нужно ездить? Нужно поездить, да. Даже сейчас, зимой, она как бы едет очень хорошо. Ну и пробег у машины вроде как небольшой. 73. Оригинального пробега, причем он проверенный. Ты ее почему продаешь? Пришла новая машина. И как бы, чтобы не залазить в кредит, пришлось ради любимой жены пожертвовать. Женщин надо любить. Если сказали двойку продавать и покупать другую машину, то значит надо ее продавать и покупать другую машину. Ну, на первый взгляд она неплохая. Машину по кузову-то сделали, фотки на дисках остались. Фотографии машины кажется супер ужасной. Прямо как будто все, машину нужно списывать в тотал. Но повреждения, которые были, они были поверхностные. То есть на тех элементах, которые можно заменить. Конструктивно ничего не произошло. Безопасность у автомобиля целая. И то, что здесь были вот эти вот разведенные ремонтные работы, хуже автомобиль от этого не становится. На самом деле, самое главное, что безопасность не стреляла. Это как бы говорит о том, что типа силовая точно целая. А безопасность не стреляла? Нет, не стреляла. Безопасность все на месте. Те, Агнося, поделал на ней? Да. Нормально все? Вообще ничего. То есть никаких ошибок ни по двигателю, ни по коробкам. То есть технически все в порядке? Все в порядке. Слушай, знаешь, еще странно. А как в машине 15-го года? Такой типа современный. Да, класс, конечно, двойки, но можно было сделать вот такие вот козырьки. Для девочек машина, у них лица маленькие и зеркало маленькое, соответственно. То есть моя Харя сюда не влезает? Конечно. И заметь, это не я сказал, то бишь я на это не я намекал. Я тоже люблю собаку. Она очень очень ласковая. Собака БМшник и крутит петаки. Петаки накручивает. 4 на 4 ошибочка. Что случилось? Главное, у бухгалтера сразу на кассу. На кассу дает. Я предлагаю сейчас поехать и BMW-шную рулежку проверить. Это я тебе тут аксессуар-припас. Это любому BMW-шнику в комплекте идет. А, да? Ну что, дорогие друзья, на BMW-двоечке, получается, едем. Скажу так, мы купили ее по первой цене рынка. То есть, сейчас, если оценивать рынок, то за 1 миллион 356 тысяч продается машина на механике. Первая цена нормальной машины в Москве 1 миллион 850 тысяч. А так она едет неплохо. Мне кажется, что 2 литра даже за глаза как будто бы ей хватает. Потому что нажимаешь газ, и она начинает ускоряться. А шумки не хватает. Нет ощущения, конечно, что ты прямо на улице сидишь, но довольно шумно. Что снимаешь? Камеру вырубай. Камеру вырубай. Ну, с добрым утром. Ни хрена не добрым. В Москве ни хрена невозможно ничего купить. Сейчас на рынке вообще практически ничего нет. Но в Питере есть несколько вкусных вариантов. Может быть, какой-то из них купим, а в Питер поедем на двойке. И там же ее продадим. И быстренько эти денежки крутанем. Считай, доехали на халяву, еще и заработали. А кто сзади поедет? Ты. Ладно, мужики, я на Сапсан. Третьи сутки. Так ж ты. Вау. Все вперед и вперед. Смотри, что-то эпид выпала какая-то штучка. Отстань от меня. Тебе как? Вообще-то по кайфу лежит, старик? Ну, че ж ты. Красик, блядь. Ты можешь отменяться. Я тебе руку не сломал. Я же этот выпуск ставлю. Это будет ЧБ сцена. Это тоже выпуск ставлю. Мы приехали в гостишку заселиться. И выставили тачку на продажу. Пацаны приехали ее покупать. Они уже ее посмотрели. Они, к сожалению, не снимаются. Доки, вот. Где бабки, пацаны? Здесь миллион пятьсот девяносто тысяч рублей. BMW M2 продано. Ой, M2. Нифига себе, я размечтался. Ладно. BMW 2 продано. Да, тогда было жутко холодно. Сейчас-то мы в шортиках стоим. Тут, видите, у нас тут тепло. Вот. Но представьте себе, Питер, мороз, слякоть. Я просто как это вспоминаю, мне же самому холодно становится. И как только мы продали BMW M2, заработали нехилую такую сумму, мы начали обзванивать объявления все, какие есть. Там, приезжайте, давайте, там, готовы купить машину. И нам на глаза попалась самая нестандартная BMW в мире. И парень сказал, я сам приеду, вам покажу. Я такой, пацаны, пацаны, выходим с гостишки. И нас ждет что-то с чем-то. Вот назовем это BMW, что-то с чем-то. Глава вторая. Поехали. Короче, прямо сейчас, не отходя от кассы, еще один автомобиль. Здорово, пацаны. Здравствуйте. Здорово. Здорово. Приехал к нам экземпляр, который, скорее всего, купим, и на нем отправимся в Москву. И это, пацаны, необычно, но все же, BMW E39. Встречайте бандитку. Ее привезли из Сингапура в Сочи. И она вот примерно в 12 лет ездила по Сочи в бою. Запомните, из Сингапура в Сочи. Потом поймете, почему из Сингапура. Потом ее пригнали сюда, соответственно, парень с Выберга. И она у него большую часть времени стояла в гараже. То есть он ее купил на пробеге 290, и я ее забрал на пробеге 300. Внешне типа живая. Ну, то есть так не скажешь, что где-то есть какие-то тысячечки. Выглядит она действительно неплохо. У нас типа М-пакет стоит на ней. Оригинальный. Оригинальный, да. Но с завода не стоял? С завода не стоял. Это уже здесь поставили? Да. У нее, наверное, багажник был, да? Все вот это вот обцарапало, все слезло краской. Рез все-таки или Дорис? Она не то рез, не то дует. Она переходная. Когда машина получила, смачно ее собрали из всего, что было. И это переходная. Ну что, прикол, почему она из Сингапура. Подожди-ка. Так это же не правильно. Праворульная БМВ. Сейчас все морководы делают вот такие глаза. И такие, какого хрена я сейчас вижу? Мы на это смотрели вот такими глазами. Я еще никогда к БМВ не подходил с этой стороны. Ты же любитель Востока, вот тебе, пожалуйста. Та БМВ, которая может тебе понравиться. Во-первых, это супернеобычно. Я даже так скажу, мне даже нравится, что здесь немного вот оттуда, вот чего-то восточного идет. Тачка приехала к нам из Японии. У нее пробег 315 тысяч. Чем мы тут БМВ промышляем? Или что? Типа, если тебе говорят, голова болит, ты таблеточку даешь, и сразу вы готовите. Это метка. Я понимаю, что это метка. А почему она вот такая? Я сегодня такой вопрос дам. Так и не нашел на него. Типа, угонщики, типа, они тупые? Они не достанут эту штуку или что? Японские машины принято приезжать и разбирать, продавать запчасти с них. А вот эту машину какой-то чел вообще, я так понимаю, решил привезти ее и все-таки растаможить. Вы для него купили, да, Типа? Я понял. Ну ебать, ну я не сомневался, ты тут живешь, что ли, или что, я не понимаю? Ну, в акции будет просто. А он запечатан еще? Да. А, ну да, ладно. Много бутылок маленького размера, это зачем? Было больше, кстати. Я понял. Подожди, а почему они все открыты, из них ровно полглотка нет? Смотри, одинаково. Признаюсь, я не искал мистики. Она нашла меня сама. Спинки, Костян, не ломайки, а разъебайки. Нет, салончик вообще в хорошем состоянии. К салончику у меня вообще вопросов нет. А укс из багажника привели? Да, да, да. Серьезно? Серьезно. Это лампочки красные. Ну, соответствует же всему, что ты нашел в машине. Есть красный такой свет. Красный свет, да? Видишь, Костян? Красный свет для обстановочки. Для обстановочки. Нам сюда. А что там? Игровая комната. Вот представьте, это, блять, триллер, боевик, мистика и порнуха. Реально. А какое у тебя стоп-слово в машине обычно? Слушай, да его нет. Тут никто не останавливает. Я с тормозом. Мало того, что БМВ праворульная, это уже порнуха полная. Ну вот, а здесь он еще и, видишь, у него весь набор вообще. А где масло? Масло. Это должно быть, да? Слушай, нет, нет. Типа стопудов же должно быть. Ну, камон. Костян. Да. Носиком вдох-выдох, ищи масло. Какая-то неправильная БМВ. Смотри, что у нас тут есть. Вот телефон поддержки. Если на буре БМВ. Трех элементов нет. Аварийка даже одна лежит. Самое главное есть. Самого главного нет. Это отвертка. А что ты отвертку? Без креса отключил? Пиво открывать. Вместо отвертки три бутылки и придирать ее. Стат, можешь машину бегленько осмотреть. Хорошенько торговаться. А мы тебе спасибо за это скажем. Какие драки сейчас ссады? Поклевка. Поклевка. Скол. Че там? Пила? Я не слышу. Я тоже не слышу. Потому что еще экспертного заключения не было. Ебану. Ну ладно, мы подождем. Станислав автоподборный. Экспертного заключения не было. Берите всегда с Абустаса. Лучший автоподборщик. Погоди, а по цене че? С этого надо было начинать. Короче, она сейчас стоит 500. Я хочу ее забрать за 450. Сейчас покупатель за 515. Продолжил ты мне за 500. Ну, как бы вот этот полтинник, он решающий. Я честно намерен был поторговаться. Но если у нее есть покупатель, то как бы торг он бессмысленный. Машина супер крутая, супер интересная. Как бы я бы хотел ей повладеть. Но 500 для нее дороговато. А мы будем искать следующую тачку, на которой отправиться домой. Короче, в общем итоге мы отказались от этой BMW 39. Потому что это, конечно, круто, что у нее есть право руль. Но на то время и даже на сегодняшний день я считаю, что эту машину продавали неоправданно дорого. Просто даже сейчас в моменте вот достать телефон, зайти там на дром и посмотреть, сколько стоят такие 39 BMW. Поверьте мне, тех денег она точно не стоила. Вот прям сходу с летом. Вот я сейчас ставлю рестайлинговую BMW 39 540 тысяч рублей. Захожу, смотрю фотографии. Но она даже на фотографиях лучше, чем та. Кто бы что ни говорил. Ну вот смотри, вообще девственная машина на коже. Та машина, несмотря на то, что у нее правый руль, мимо. А вот зайти на дром и купить тачку по той же цене в разы лучше, круто. Дорогой друг, иди на дром, покупай там тачки. Не нужна тебе такая машина, брат, 39 праворульная. Надо брать нормальная. На нормальной доске объявлений. Просто по факту ту машину купили на запчасти, чтобы привезти сюда, разобрать ее и продать запчасти на другие 39. Но кто-то ее тупо пожалел, короче, скорее всего. И такой, типа, блин, праворульная, буду ездить. А теперь все такие, ого, смотрите, праворульная 39 такая. Только вообще у меня Майкла Джексона 3 в мире, 2 в Сибири, как говорится. Знаешь, вот эта вот вся история. Хотя по факту это не круто. Я думаю, что таких 39-х BMW можно еще много найти. Но это я сейчас так думаю. Тогда я думал, типа, о, вообще, да. Забыли про эту BMW, выкинули ее из головы. А деньги-то у нас остались, а заработать хочется. Потому что по факту мы приехали в Питер для того, чтобы заработать денег. Потому что двойку человек сказал, что я хочу купить в Питере. И мы такие, отлично, мы тебе привезем, заработаем денег. И обратно еще машину заберем, заработаем денег. И сейчас начинается самая смешная покупка Kia Ceed в мире. Эй, турист, куда? Короче, мы где-то в питерских дворах нашли машину. Сейчас еще одну. Возможно, на ней уедем. Вот это фокус, ключи, нифига себе. Их там два. Ничего, где, тут в одном? Нет, там еще есть один. Ага. А почему на ключе написано Sportage? Раньше была Sportage. Прошло 10 лет. Я не тот, кем был раньше. Это зазоры, все как надо. Какой зазор, тут она гнилая, видишь? Как свет включился, сразу расстраивался. Ночью подошли, я такой, ля, какая, почти новая. Не, она хорошая. Продается только ночью. А мне у тебя шутники нравятся, давай с ними тоже пошутим. О, Питер зазвенел. Это не наше. Это мое, пацаны. Поставь, я присяду. Она же той машиной ключи, да? Она же писит же. Не, 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 ты мне фокус покажи с ключом. Ты его туда не вставляй. Нет, ты нажми. Нет, подожди. Нет, подожди. Она же щелка, ты же слышал. Да он не тянет. Иди потяни. Короче, я понял, какие-то проблемы у нас есть с ключом. Слушай, обрати внимание, насколько свежая машина, насколько ржавая у нее полотень сидения. Это болезнь из портеля. Это Питер. А он на механике, что ли? 1,6 рука. Слушай, он мне реально в инстаграме написал 1,6 рука. Это как шавуха, шаверма, механика, рука. Я не понимаю на вашем молодежном языке нихуя. А нахрена тут реально столько места свободного? Вот такие. Для свободы действия мотора. Когда он дергается, чтобы ему было свободно. Держать руки на расстоянии от вентилятора. Своя рука. Торговаться будем. Нет, что? Сколько? Сколько стоит? А это нахера? Это что такое? Когда двигатель дергается, у него места много. И вам, чтобы шум не шел на водитель в плене. Ага. Вот он не шарит. Подожди. У меня вопрос к инженерам. В письточке у инженера в боковом кармашке слева. Обшивка двери, да? Вот, скажи, пожалуйста. Вот эти технические отверстия. Шагрень. Шагрень. Конфлектация под ягуану. В Питере такие темы есть. Они говорят, мы все хотим ягуану. Ага. Чтобы подлокотник в ягуане, блядь. Карты двери. Вот они так выглядят. Че ты несешь? Че, прикинь, официальные дилерки. Я такой, нихуя, у них там запросы. Че, подожди. Секунду. У меня есть еще один вопрос. От чего владельцы, предыдущие владельцы этого автомобиля, мог подгореть пукан, подгорел ровно на секунду, ровно вот здесь. А это когда он понял, что у него ключи от спортейджа. Ага. Он очень резко такой, блядь. У него стрельнуло вот лучом. Смотри, есть руль, да? Вот тут есть кнопка Trip. Что это значит? Trip, это короче, вот ты едешь быстро, нажимаешь Trip, у тебя полный привод, подушки срабатывают все одновременно. Ты газ в пол, и вот ты в безопасности сразу находишься. И можешь вот, ну, прям по прямой до дома. Как на спортейджа прям? На спортейджа такие две. Органайзер есть, колесо есть, ключи есть. Суд, все. Подготовился. Есть все. Здесь с завода придумали. Это техническое отверстие должно было быть. Для чего? Часто люди возят лыжи с собой. Так. Они закрывают дверь, и вот конкретно вот чуть-чуть, блядь, вот эти 5 миллиметров, они не доходят. Я не подумал, что когда закрепят багажник, вот они четко впадают. Ну, то есть, лыжи, получается, нестандартных размеров. Да, они все же одинаковые. Да, да. И они вот 5 миллиметров четко впадают всегда. А вот здесь? А здесь везде тигра, я не... Сука. Какого пизда тигра. Ладно, сколько пипела стоит? 450? Да. Может, там чуть по это? По это? По шуршим. По сусекам, так сказать, по скребем. На ход ноги? На ход ноги. 5? Сколько 5? Что скидка? 5. 105 на ход ноги. А, типа, 405? Нет, 445. Может, 405? 417? Нет, дальше так будет. 417 500. Дальше. Блядь, ну уже близко как-то. 418. Подсика! Че ты ждешь, блядь? Хорошо, 425, все, давай. Мы, предполагали, уху. Помчали. 425, сид в проекте. Не-не-не, вы снимаете, пожалуйста, как инженеров в России. Сущие копеи. А, так это зарплата? Да, это все. Да. Счастливо. Время 20 часа ночи, 20 минут. И мы поехали дальше. Поехали за вторым автомобилем. Целый день, понимаете, ебланили, и тут решили вдруг машину купить. А мы тоже, мы тоже целый день дела важные делали. Ну, оно видно, вот те люди, которые слышат сейчас вор под окнами, знают, что мы деловые люди. Короче, ситуация, Костян поехал кормить кота, поэтому камера уехала, и покупатель приехал немножко быстрее, чем Костян. Съемки съемками, как говорится, у меня вот мистер кот голодный, поэтому я поехал его кормить, а ты, Гриш, пока продавай машины. Да, мистер кот, пару комментариев. Я хочу кушать. А, к сожалению, покупатель не снимается, но вот они документы, я их вот так вот аккуратненько вот сюда, вот так вот, оп, все, положил. Вот они документы, и, а, вот тут сюда, вот так вот, оп, и 450 тысяч рублей, дорогие друзья, у нас в кармане. Прекрасно доехать из другого города, и мало того, что не потерять денег, а еще немножко заработать. Ой, а дальше вообще это просто капец. Мне позвонил мой друг и сказал, Гриня, у меня целая парковка машин, говорит, давай-ка ты все. Все купишь и продашь. Я такой, блин, а давай я просто это все продам. Ну, короче, мы оказываемся по итогу в Лобне, в Московской области, на какой-то мойке, где стоит, внимание, самая дешевая Бенкли, самая дешевая ИК-6М, самая дешевая Субару, еще самых дешевых нескольких автомобилей. Глава четвертая, распродажа. Сейчас происходит что-то очень странное. У меня есть один товарищ, который мне написал, Гриня, у меня есть машины, много интересных, и хочу все нахрен вообще отдать. Это Вадя. Говно проебал, сука. И Вадя все время занимался машинами, и я понятия не имею, откуда у него сейчас все это барахло, накопленное годами. Ну, что-то не барахло, что-то барахло, но тачки действительно уникальные. 10 автомобилей, которые находятся в Лобне. Вот есть 10 друзей Оушена, да, или 11 друзей Оушена, а у нас 10 тачек в Ваде. А я тебя знаю. Как и нахрена? Бар была куплена 3 года назад, в неработающем состоянии, за 60 тысяч рублей. 60 тысяч? Да. 60 тысяч! А вы спрашиваете, что у нас, откуда дешевые такие машины? 60 тысяч рублей. Учись, студент! Поставили на ход, 3 года вот так. Когда надо было что-то вывезти, барахло, сарай, вот. Типа универсал, места много, можно вывезти. А ключи от нее есть? Да. У нас такой челлендж, мы сейчас набираем ключей в ключницу. И задача такая, чтобы к концу сегодняшнего дня у паспарту, у меня, не осталось ни одного ключа. А ты будешь как в Порт Боярде вот это? Да, да, да. Этой зимой перебрался полностью мотор. Поменялась коробка, поменялась полевая рейка. А, то есть она прямо на бодром ходу? Должна быть, да. Так, мне уже клиенты походу звонят. Ну точно. Я уже в лобле. Ну ты подожди, пожалуйста, подожди. А он в лобле, а мы в лобле. Вот когда переезд проедешь, едь дальше, не останавливайся, ладно? Нигде. Даже если увидишь оранжевую вывеску в автосервис. Хорошо, я так понял. Второй экземпляр. Это у нас Mitsubishi RVR. Комплектация Sportgear. 4G63T мотор. Мотор от Evolution. Очень важно. 4G63T это двигатель, который ставился... На Evolution. В Evolution. Тот самый вот... Она на турботаймере за автозапуск. Может мы ее подороже будем продавать? Просто я вчера цену уже чуть-чуть скорректировал на эти тачки. Сейчас что-то чувствую, что 200 за нее, это уже дешево. Но есть один нюанс. У нас правый руль. У нас даже этот есть, слышишь? Какой профессиональный гонщик у Костяна. А, ты наверное попытался включить передачу? Да. Так, а ключ-то не вставил. И с ним. Б. Это X6M 2016 года выпуска. И несмотря на то, что сейчас рынок на этот автомобиль, ну примерно, давайте будем говорить, там 4.7, где-то 4.6, эта тачка будет продаваться за 3 миллиона 600 тысяч рублей. Она бы, конечно, была в ДТП, но ДТП нигде не светилась. Автотека у нее зеленая. Из нюансов, в принципе, то, что она крашена, и то, что там много владельцев, номеров, там вот это все. Он попал несколько раз в отбойник, а машина ударилась здесь, здесь, здесь. Еще с той стороны чуть-чуть. Вот тут вот у нас не хватает чего-то на эту пластмассу. Здесь вот потек краски, вот там вот потек краски, там вмятина, короче, есть. Как пострадал автомобиль, и как его некачественно отремонтировали. Здесь трещина, вот шпакля треснула. Вот шпакля треснула. Вот это все. Хорошая инфекция. Поехали. Телефончик уронил. Ну, прикинь-ка, как 6М едет. Та-та-та-та-та-та-та-та-та, прям вообще стреляет. Будь здоров. Че это я? Про BMW говорю. Не нравится, да, вообще? Вообще не нравится. Это ему на камеру так. А ехали сейчас без камеры. Егорик, где ты раньше был BMW, кто просто... Я такого не говорил. Цэшка. Че с ней? Второй комплект колес, 2 миллиона 50. Ага. Только поменять цепь. И таких тачек у нас 2. У каждого, кстати, человека есть выбор, на чем бабки поднимать. И теперь, внимание, дорогие друзья, Bentley Continental GT. В общем, она была куплена моим товарищем, наверное, года 3-4 назад. Он покатался месяц. И решил ее загнать на профилактику. Там-сям поменять резиночки, обслужить. И по итогу она 4 года простояла в ремонт. У нее где-то обошелся 1400. Обслужить Bentley фиксируем 400 тысяч рублей. Где-то чуть-почуть. Да. Вот вчера, в последний раз отдали 170. Офигеть. Зачем за что? Зали. Роскошь и комфорт 2004 года. У нас есть строчка. В 2004 году эта строчка считалась дорого-богато. Сейчас обратите внимание на этот стрёмный шов. Зато лепестки у нас есть. Руль такой здоровенный. Знаешь, на что руль похож, кстати? Тоже букву «Б», только нужно добавить «МВ». На 39-ках рули такой формы были. А вот это что регулирует? А, это чтобы назад человек садился? Наверное, да. А, стоп. Э, э. Убери руку. Да убери ты, палец, с вами. Да убери руку. Да не надо этого делать. Это, если что, не я. Внутренний пиканайзер влазь. Эту тачку я знаю уже очень давно. Е-63 САМГ. Я в шоке, какого хрена мы вообще здесь делаем? А водки где можно взять? Три бутылочки каждый день. Легкое пробуждение. Знаете, прям вот честно, в сердечке ее окна. Я ее купил у собственника, и мы ее привезли из Сочи в Москву. Ценно, наверное, что вот я, о моих воспоминаниях, это запах в этом автомобиле. Потому что... Антох, вот мне интересно, пробьет ли тебя на нотке ностальгии, потому что именно он полпути за рулем ехал. Ну я отсюда чувствую, как она пахнет. Она, да? Это она, но она чуть-чуть угасла, такое ощущение. Год расставания сыграл свою роль. Ну это вот прямо она, да? Она скучала, да. Вот этот запах, вот этот. Просто я не знаю, какой здесь, он такой просто уникальный, что я запомнил этот запах вообще навсегда. Если бы я знал название этой вонючки, я бы повесил в свою тачку, потому что запах здесь, ну, уникальный, очень прикольный. Дайте лихнуть, пацаны. Это та ложбинка. Там вот мятинка, там вот мятинка на подлокотнике есть, мы ее знаем, когда покупали, она там была. Теперь твой локоть идеально туда ложится, вот. Это была последняя тачка, которая была у меня в синдикате. И вот ровно год прошел, и снова она здесь. Снова я ее вижу. Вот она прям та самая, после которой все поменялось в моей жизни. Абсолютно все. Если ответить на вопрос, который у себя в голове, не жалею. Не жалею. Идем дальше? Да. Это 63-й ML. Была куплена, наверное, где-то в сентябре. Ага. Покататься, кайфовать. Ага. И все? И все. Но она в хорошем состоянии. Да, то, что есть на рынке сейчас. За миллион двести пятьдесят, за миллион триста пятьдесят. Паспорту. Вот там она. Ну, тут есть нюансики. Я уже вижу, нет кнопочки у нас вот здесь. На сиденье у нас нету двух кнопочек тоже. И это 63-й ML рестайлинговый, который умеет делать вот так. Вот этот дымочек, он появляется только, когда на холодную запускаешь. Есть проблема, неизвестно в чем. Она существует. Но будем надеяться, что в этом в целом ничего страшного нет. Но точно такой же автомобиль, но дешевле на сто тысяч рублей, потому что маэстро музыку. Она конченая. Здесь у нас. Вот тут прикол по кузову, вот тут прикол по бамперу. Там сзади у багажника точно такой же прикол. Поэтому она подешевле чуть-чуть. Но можно отремонтировать. По кузову, да. Соточку. Ну, в идеал по кузову. И она будет в МГ-пакете с красными ремнями. Между Мерсов мой любимый проход. И владельца этого Мерседеса пердак горел, потому что вот здесь и духа реально расплавилась. Просто жесть. Как такое возможно? А вот, смотри, смотри, у меня палец туда влезет. Тот самый зазор до рынка. 420-й кабан. Человек вложил на него за последние 4 года тоже порядка 300-400 тысяч рублей. Перебрал полностью коробку. Поменял мотор с Японии, ему привозили мотор. Так. Полировал. Так. Что-то там по подвеске делал. Там-сям устанавливал. С Магнитогорского он его пригнал. И за сколько он хочет его продать? За 550. Я предлагаю переместиться к изюминке этой коллекции, на которой у меня уже есть покупатель. Но она стоит в помещении. Porsche Boxster. 2001 года выпуска. И вот сразу меняется, да, такое мировоззрение, что там тачки на улице. Сразу видно, которую больше всего любят. А ну скорей любите нас. Снова все вместе. Эти Boxster вымерли. И после того, как их на рынке стало еще меньше, и цены на тачки начали взлетать, и эта тачка начала цениться, цена этого автомобиля на данный момент 1 300 000 рублей. Это в 2 раза больше, чем 5 лет назад. Но при этом сейчас это первая цена на рынке. За рулем, корабля, лето. А где мотор? Вот здесь. Ну то есть для того, чтобы вы понимали, свечи поменять. Проще этот мотор реально оттуда достать. Я тот самый тип, ёбки, у человека, который на дальняк поедет не на рейндж-ровере, не там, не на ютиланд-крузер 200, а вот я бы на такой махнул. Ну потому что интересно, потому что прикольно. Как говорится, у каждого доника своя методика. Нам с тобой предстоят очень долгие, интересные переговоры. Отлично. Ты рад? Да, то, что от этого говна надо избавляться. Хотя не все здесь говно. Нет, не все вообще говно. Не все говно. Паспарту. Сколько у нас ключей? О, 10. 10 плюс 1, потому что, возможно, мы еще кабана за его спиной продадим. У нас здесь, короче, вот такая вот сумочка. Мне друзья подарили. Обратите внимание, что здесь написано. Короче, объявляю наши Форд Боярдные игры открытыми. И сейчас в этой сумке должны оказаться не вот эти вот бумажки непонятные, а деньги. Как зовут? Никита. Никита. Ты приехал за? Двумя машинами. Митубиси 200 тысяч, Субару 200 тысяч. Согласен. Паспарту. Ключи. Поверь на слово, она ездит. Мы только-только запускали. Кстати, с этой стороны мы еще не были. Смотри. Раз. И у тебя минивэн. Эволюшн. Эволюшн. Слушай, тут комфортнее, чем Антохи в Тигуане. Мне нужно пополнить. Мученный момент. 400 тысяч. 400 тысяч рублей в банке и Митубиси, и Субару проданы. Ты что приехал? Я за ней приехал. Она уже все. Ну нет, уже договорился. Что? Все? Уже перекупил? Да. Ты что, уже продал? Да, Гриша, такая ситуация. Я же приехал сюда первый за эту машину. Я же изначально за ней ехал. Человек тоже приехал через 15 минут после меня. И я ему перепродал уже эту машину. На 30 тысяч дороже. Он ее уже забрал почти. Слушай, ну я за тебя рад, что ты такую машину нашел. Вот, хорошую. Ты негодяй. Я очень рад, что он нашел такую машину хорошую. Ну ладно, ты тоже хороший человек. Это музыка нахуй. А тебе какой X6 не нравится, ты говорил? Предыдущий. Ну вот самый первый, который вот X6 пошел, вот мне вообще не нравится. Куря, знаете, вот мое отношение к BMW. Все думают, что я ненавижу BMW. Да, нет. Очень люблю, ну пил, но люблю, но немного. BMW классная тачка, когда она новая. Но, к сожалению, такой контингент, который первые два года так их вообще наяривает, что потом практически ничего не остается. Я считаю, что хорошее BMW – это новое BMW. За Bentley приехали люди, сейчас будем смотреть, кататься. Ну, пахнет как будто бы первым владельцем. Все разбиралось, все чистилось, радиаторы чистились, менялись, прокладки. Боже, как этого не хватало. Замаха без катализатора, это просто. А, я могу свою запустить, понюхаешь у меня там вообще? Вы странные ребята. Хорошая машина? О, Костян лежит, дай я с нему как-то отдыхаешь. Че, дядя? Немножечко это, привальти, блядь. Смотри, здесь типа автодоводчики именно на закрывание двери, а здесь автодоводчик на открывание двери. Да. Уж не показывай. Ты головой пьешься по тому, чтобы не биться в него? Нет, я просто так реально сижу. Кстати, можно взять эту Bentley на самом деле. Знаешь, нам Катя съест, ты едешь в крайней правой полосе, а кто-то пытается с левой залезть. Ага. Ты его лицеленаправленно не пропускаешь, он смеет. Я не буду на камеру говорить. Мне Вова подарил две булочки с корицей. Или одну. Требуем по-другому. Две. Самое вкусное. Я пошел хомячить. Так, а вы по какому вопросу? А, это вы из Краснодара. А-а-а. Парни долетели. К сожалению, не снимается, но мы пойдем тихонечку посмотрим машинку. Porsche Boxster. Человек должен был прилететь из Уфы за ним, но нифига не так. Мы отговорили его от идеи ехать на нем. Мы погрузили автомобиль на автовоз, и прямо сейчас он едет в Уфу. Мы покатались, они сказали... Бомба-бомба, машина понравилась, очень, да. Ха-ха. Все эти машины, технологии непонятны мне, поэтому вручную 30, 40, прибавляем к вот этой цифре, и получается 2 миллиона рублей. Столеная карта, да? Да. Очень хочется просто кинуть в вас полтора миллиона рублей и убежать, но... Но страшно. Надеюсь в следующий раз. Хорошо. Увидимся еще. Да. Номер телефона есть? Все, договорились. Давайте. Удачных компродаж. Я скоро зажгу, это втроет, это втроет. Ну, наверх, цель под... Что такое? Вот это, видишь? Подмени? Вот так. Капот. Ну, меня Костя научил юмору просто. Я всегда работаю без отказа. Короче, если вы помните, тут кабан такой стоял, мы решили его для общей шайки лейки закинуть, короче, и Стасян его забрал. Пока-пока. Парням пожелаю хорошей дороги, а мы дальше продавать. Да, у нас тут еще осталось. Вот, раз, два, три, четыре. А что это у нас тут происходит? Покупка автомобилей. Какого? Вентли. Континенталь GT получается? Да. И чем занимаешься? Перемошенными. Перепродажи, правильно? Тебе можно назвать перекупом? Да. Обратите внимание на его сумку и на мою, которую мне по троллингу подарили, даже написали сумку перекупы, то человек уверяет, что она даже удобная. Ну да, очень. Ну, если видите такие сумки на человеке, значит, скорее всего 90% он перекуп. А эти сумки выдают где-то, когда она профессию устраивает? Да, когда проходишь эту школу перекуп, сразу такую сумку тебе вешают. Потому что с ней удобно. Конечно. Обмануть хотят, Костя. Банды приколов? Да, смотри. Давай мы прям эту пачечку отдельно возьмем. Новые у вас совсем бабутики. Только распечатанные. Да. А, вот они свежераспечатанные. Вот они-то и нашлись твои распечатанные купюры, да? Так, вот столько за сегодняшний день получилось у нас отбить. Еще 2 миллиона 900 тысяч рублей на разных картах. Поэтому сумка перекупа, хорошо, что она карты переводит. Хорошо, что карты есть. Потому что все, эта сумка перекупа уже не влезает. Товарищ перекуп, скажи, есть какие-то сумки побольше для перекупов? Ну, для блатных есть портфели. Но мне кажется, он очень неудобный, потому что можно забыть. Это ты одел на шею, как поводок, и ходишь целый день. Еще одна незаконченная дельца. Помните, мы у Саши Букина забрали Rolls-Royce? Так вот, прямо сейчас за Костиной спиной стоит этот же самый Rolls-Royce. Уже после всех выполненных работ. Для тех, кто не помнит, для тех, кто в танке, он выглядел примерно вот так. Время приключений с Вином и Джейком. Что там, но чужие земли, навсегда здесь хорошо, идите к нам. После чего тачка попала в руки к Никите в Бруклэнс Детейлинг. Никита там шаманил-шаманил. Так что посмотрите о том, как это было. Мне вчера позвонил Гриша и попросил расклеить автомобиль. Ну, это мы подзаварим немножко. Хорошо. Хочу поклюем, все как положим. Как и на любом автомобиле, который привозит Гриша, помимо экстерьера, нужно еще работать с салоном. Вот так должен выглядеть заводской Rolls-Royce, блестящий, красивый на кроме, или все-таки тот вариант, который представил Булкин, предпочтительнее? Хочу сказать, что сейчас он выглядит, я считаю, так, как должен выглядеть. Мы сделали опрос, в каком стиле лучше выглядит Rolls-Royce, и поняли, что все-таки лучше, чем заводская краска, быть не может. У него тут тоже же химчистили, что-то делали с ним? Да, чистый. Это же было бы удивительно, если бы мы пришли, а он грязный. О, пахнет. О, кстати, запах, да, тоже. Вот я прям сейчас вдохнул первый раз, такой прям запах, да, прям как у новой машины. Сейчас он прям максимально приятный. Если бы было время, я бы на нем даже покатался, но... Тачка сейчас находится в Бруклэндс Клабе. Объясню, что это за место и что сейчас будет происходить с этим Rolls-Royce. Здесь очень тонко подмечено название. Бруклэндс Клаб, это не автосалон, это именно клуб любителей автомобилей, потому что здесь в помещении Клабе находятся тачки, которые достойны к продаже, которые в хорошем состоянии. Здесь от нас приехал еще один автомобиль, который мы забрали, когда распродавали парковку. И такие этот автомобиль, болотная ешка, которую я купил в том году. Мой план на этот автомобиль был именно такой. Поскольку я эту тачку знаю очень хорошо, минимум год, и практически досконально ее знаю, я как бы понимаю, что этот автомобиль... О, привет! Только затеснется, я обратно пошел. Он в видеолитвина был, кстати. Да, да. Топовый продавец. Потому что вот на этом самом месте стояла другая машина, красненькая такая, которая М4 такая. Это не ламба Вани, если что. Это не она. Не надо, отстань. Отстань от BMW, отстань от BMW. Костя, отстань от BMW. Нет, Taycan. Отстань. Да, кстати, это Taycan вы тоже могли видеть на просторах интернета. Где-то я уже это видел. По этим тачкам все объяснили. Все закончили. Вроде бы, да. Продолжим. Короче, там по факту такая суета была. Я уже подумал, зачем я в это вписался вообще все эти машины продавать. Короче, все тачки были проданы. Получается, что за эту серию, за всю, что вы сейчас посмотрели, мы заработали вот столько. И вы просто представьте, что это всего 1% усилий, которые мы вам показали. Потому что было еще очень много событий. Просто, понимаете, я хочу вот на этом YouTube-канале выпускать только крутые серии с крутым материалом. Я очень много, вот парни не дадут соврать, что у нас материалы просто терабайты. Когда я говорю, что мне не нравится, потому что он здесь скучноват, там скучноват. Поэтому, дорогие друзья, если вам сейчас понравилась эта серия, то давайте так. Я по количеству лайков и по количеству положительных комментариев пойму, выпускать мне еще такой материал или в баню, или я все делаю правильно. Просто парни меня ругают. Они говорят, там вообще. Я говорю, да блин. Они такие, так ты вот эту серию посмотри. Они мне скинули, типа там, ну, моменты, я такой, круто. Поэтому лайки, комментарии, и я подумал, выпускать еще такие серии или нет. Все-таки, почему мы находимся здесь? Понимаю. Вправо от меня стоит тачка, которую я себе оставил. Она уже успела заспойлериться в предыдущих сериях. И знаете что? Я оставил все-таки ее себе, и я не смог ее продать. Это моя BMW M5 E60. Субтитры создал DimaTorzok 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 Субтитры создал DimaTorzok